и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю друзья что полным ходом идет набор на онлайн курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской и если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место пока его не занял кто-то другой видно ли меня слышно ли меня если вы смотрите в прямом эфире то напишите пожалуйста в чате что вы меня видите и слышите а пока вы подключаетесь и пишите я немножечко как бы перекину мостик со вчерашнего дня вчера я заметил что мое заявление о том что нельзя быть поэтому 60 лет она вызвала как не неожиданно неадекватную бурную реакцию а я понимаю что я думаю быстро говорю быстро и может быть как-то эта мысль да как-то вы выхватили ее не не утроив что называется суть этой мысли поэтому давайте я пока вот для разгона пока мы подключаемся и так далее да я немножечко углублю этот тезис а дело в том что есть физкультуру потому что это важно это важно и это вот одна из тех вещей которые на которых люди собственно уничтожают и теряют свою карьеру когда не понимают вот этих мы же свою жизнь проживаем один раз мы не можем один раз ее прожили потом а поняли теперь давай еще раз да по-настоящему кришнеиты могут со мной поспорить да но тем не менее есть физкультура есть спорт высших достижений так вот историю литературы делают высшие достижения делают рекордные достижения а рекорд можно поставить только на пике формы то есть не может поставить мировой рекорд побегу например десятилетний мальчик не может поставить рекорд по прыжкам высоту 70-летний дед да то есть есть у спортсмена например там пик формы ну не знаю 25 лет 20 там от 20 до 30 лет вот и соответственно да если 20-летний парень будет соревноваться с десятилетним мальчиком и 60-летним дедом понятно какой будет результат по этой пик формы достигают примерно к 20-25 годам и потом она уходит да конечно понятно что есть мастерство да мастерство как бы не пропьешь она остается и есть авторы я люблю на самом деле очень многих людей авторов поэтов люблю позднюю лирику да это и фиат этой ключев но тем не менее да никто не будет спорить что все таки лучшие стихи и тот и другой написали там плюс-минус там dot до 30 лет и вот этот пик формы да он выходишь на форму потом он уходит прозаики на пик формы выходят 30-40 года и потом это эта форма уходит некоторые авторы вообще перестают писать как шолохов например да который там к 40 годам я не помню точно сколько до 40 с чем-то перестал и и больше практически не писал художественных текстов больше не писал драматурги выходят на пик формы к 50-70 года тоже естественно есть исключения да как лермонтов который маскарад написал там в 20 с чем-то лет но опять же это ну во первых исключения да а во вторых ну не не самая великая пьеса всех времен и народа если бы он прожил лет 70 до и продолжал бы писать драматургию можем себе представить чтобы он писал я думаю что пушкин если бы был жив дальше да он бы писал именно драматурги были определенные предпосылки вот именно поэтому да мы когда нам 20 лет пишем стихи когда нам 30 мы пишем прозу а а когда нам 50 60 40 50 70 и так далее да то есть рубеж на во второй половине переходим да мы пишем драматургию и у драматургов вот этот пик формы в отличие от всех остальных авторов он сохраняется до конца это единственный вид то есть ну я считаю что он чем хорош это искусство 2 ну как бы это битве творчество 2 шанса поэзия не дает второго шанса проза не дает второго шанса а драматургия дает второй шанс а вот и есть авторы которые там не знаю сузачеки дамика данина гуэра все время их вспоминаю бернард шоу которые в 90 лет писали и писали габрилович наш сценарист до писали так что дай бог каждому прозу так писать нельзя в таком возрасте стихи в таком возрасте нельзя писать но при этом важно вот что я понимаю что как только говоришь что вот это нельзя делать и сразу же именно это и хочется поделать это не значит что нельзя заниматься физкультурой да то есть но с учетом возрастных особенностей мне 50 лет мне через через два месяца мне исполнится 50 лет и сегодня третье число 7 марта мне будет 50 лет я дед у меня двое внуков но я каждый день бегаю 17 километров моя моя дистанция плюс железо еще тягает да но я не пытаюсь поставить мировой рекорд по бегу то есть я это делаю для своего удовольствия я бегу если я устал я перехожу на шаг совершенно спокойно у меня был случай забавно менты ехали навстречу я так устал бежать перешел на шаг остановился еду вот значит они останавливаются говорят а почему вы то то пешком идете то этот самый то набег переходите подозрительно типа я говорю ребят интервальный бег гуглите вот это забавно вот со стихами тоже самое да то есть вот я тоже как бы ну просто как бы давайте уж так откровенно да вот я прошлым летом вдруг начал писать стихи я не писал стихи наверное ну не знаю там с 18 лет но вдруг начали приходить причем в формате который я никогда вообще стихами то не считал верлибры я вам прочитаю одно небольшое стихотворение верлибр то есть рифмы не ждите ритма не ждите надвигается тьма каким именем аукаться как перекликаться кричишь мама а мама спит в могиле она устал тьма надвигается как пробить тьму кричишь пушкин и видишь веселого черного парня трахающего блондинку ему не до тебя тьма сгущается как подобрать пароль где найти это слово кричишь лошадка и видишь оскаленные зубы в кровавой пени и змей выползающих из черных глазниц уже не знаешь что кричать и вдруг слышишь крик из тьмы и снова седая ночь из последних сил кричишь в ответ и только ей доверяю я тьма обнимает тебя и прижимает к своему сердцу мы дома хорошие ли это стихотворение ну это не совсем графомания но в принципе если бы этого стихотворения не было если бы она не была написана история литературы ровным счетом ничего бы не потеряла да то есть у меня не было цели ставить литературные рекорды я не собирал подборку для журнала я не готовил книгу публикации да просто пришел текст я его записал его там там несколько тысяч человек в соцсетях прочитали ну как бы и ладно и добро да но это этот текст он важен лично для меня этот и и все другие тексты если диктуют надо записывать бог этим стихотворением он подергал меня за ниточку молчанов ты тут готов если что и я ему да господь всегда готов до готов услышать готов записать то что ты продиктуешь и готов прожить всю жизнь ни разу больше не услышав то что ты диктуешь и никогда не осуждать тебя за это да потому что писатель писатель это приемник они передатчик понятно ли вам эта мысль если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы так вопрос посмотрела донцова получается что она пишет бесплана она пишет с планом конечно же она его просто не записывает она держит его в голове понятно окей а дело вот чем мы выстраиваем вот все что я вам рассказываю все чему я вас учусь здесь мастерской понятно что здесь мы только ну какой то вот корочку срезаем да на глубину мы уже идем в мастерской на на глубину ремесла там и так далее так далее но мы выстраиваем систему защиты от помех да мы защищаемся чем защищаемся от вавилона защищаемся да пошел вон вавилон мы защищаемся от умного мира от текста который нам диктуют защищаться нельзя да то есть это незаконно если вы писатель защищаться от своего текста незаконно да вы в свой текст идете голым как в запой как в могилу и если этот текст вас по пути убьет или еще что-то с вами сделать ну значит так надо было вот теперь давайте вопрос такой если мы приемники как настроить приемник как вы думаете да вот кстати вот стихи да они появились вот там в начале лета в прошлом году как как пришли так и ушли и больше не не возвращались и как бы я не не пытаюсь их вытащить из места как бы пришли спасибо что были как бы ушли и ушли и ушли ладно да получил до верт довел до получателей как бы до конечных получателей и дальше жду вот если мы приемники как настроиться как настраиваться так ребят зайдите на мой канал и в поиске забейте донцова не отвлекаться на суету тестировать освобождаю голову от шума слушать себя внимательно медитации тишина ума подобрать частоту правильного ответа пока нет ощущать и чувствовать настроить используя комменты жетоны настройщика постовой молитвы стремить глаза к небу такая же ломка в эти дни самодисциплины текст не клеится сгорел весь research вместе с диском зла я хожу ама как это называется самосаботаж побегать по комнате в курске лучшего сигнала и услышанные записать молиться перебирать частоту в актив настроение выключить посторонние звуки с головой нет пока пока правильного ответа нет правильный ответ читать то есть когда вы читаете тексты вы настраиваетесь на чистоту да то есть вот если вы хотите писать стихи надо читать стихи если вы хотите причем близких по по духу поэтов если вы пишете прозу нужно читать прозу то есть мы читаем на самом деле для этого для самонастройки не для того чтобы что-то узнать то есть мы не наполняем что-то мы не наполняем голову буквами а мы настраиваем голову на определенную частоту вот для этого мы читаем поэтому я если вам нужен вот простой рецепт простой как три копейки рецепт того как стать писателем два простых действия читать 100 страниц в день и писать три страницы в день все вот если вы будете это делать 10 лет через 10 лет вы будете писателем то есть чтение тоже является обязательным китая мы настраиваемся на частоту на нужную частоту а вот и конечно тоже здесь надо естественно дам правильное чтение это сложное чтение да то есть когда ты выходишь все время за пределы я все время выхожу за пределы все время читают тексты которые являются таким вызовом да вот я сейчас прочитал четырехтомник контор конкорде антаровой вот трудное чтение достаточно трудные да и не не выдающихся достоинств текст не не война и мир да но это тоже тоже какая-то настройка тоже тоже со настройка с чем хорошо идем дальше а мы вы писали тексты я видел отчеты теперь вопрос такой а у кого во первых напишите сейчас еще раз напишите сколько вы написали и а какое у вас ощущение у кого из вас было ощущение что можно написать еще у кого было ощущение что вы написали больше чем могли и у кого было ощущение что написали ровно столько сколько надо пишите в чате чтение просто понимаете мы читаем не как читать как писатель да мы читаем не как читатели и мы читаем не как литературоведы хотя я филолог по образованию я знаю как читать текст как как филолог что называется вот но тем не менее не менее наша задача именно сонастройка читаю текст мы настраиваемся на нужную частоту так могла написать больше вот смотрите норма у каждого разных на и я вам уже говорил что норма во первых у каждого автора может быть разные но и разный текст может давать разную норму а то есть например там сценарий я пишу 10 страниц текста в день прозу я пишу три страницы текста в день non-fiction две страницы текста в день когда пишу пьесу я могу пьесу целиком написать за три дня то есть это там ну не знаю по 10 страниц в день довольно довольно плотный плотный текст идет и есть авторы которые пишут очень много и есть авторы которые пишут очень мало у стивена кинга норма он 6 страниц у паттерсона норма 4 страницы да то есть довольно много большая норма а есть мне очень нравится анекдот про джеймса джойтс джойс я каждый раз под его рассказываю когда он писал поминки по фенигану и значит пришел в бар вечером после работы где что-то не пишется плохо плохо пишется тяжело очень все идет и бармен не спрашиваете поскольку вы за сегодня написали мистер джойс 6 букв для вас это это очень хороший результат вот тут да ну я не знаю в каком они должны быть порядке вот то есть бывает и так да то есть для кого-то и 6 букв это хорошая норма а вот да кто-то считает словах кто-то считает знаках тоже бы это совершенно совершенно как не знаю авторов которые у меня ученики были которые считали в словах есть кто-то кто в знаках читая считает это совершенно не важно на самом деле как вы это измеряете да то есть должна быть какая-то единица измерения а теперь вот смотрите самое важное это что я вам сегодня расскажу за сегодняшний урок то есть если вы одну единственную вот эту мысль усвоите я прям фокусирую ваше внимание на ней то вы тем самым уже очень очень сильно повысите свою продуктивность ваша задача определить свою норму то есть определить свою ощущаемую норму если у вас этой нормы нет если вы ее пока не нашли вы тестируете увеличили чуть-чуть посмотрели как чувствуете уменьшили чуть-чуть посмотрели как чувствуете так вот когда найдете ту норму которая для вас будет комфортной что вы чувствуете а вот моя норма я ее нашел после этого эту норму нужно снизить уменьшить да то есть мы с вами сейчас зафиксировали нашли какую-то норму кто-то уже сразу же нашел и сегодняшнего дня ваша задача эту норму снизить насколько примерно на одну пятую на одну четвертую то есть ну плюс где-то где-то так то есть надо смотреть да там на пол странички да то есть я например опять же да я знаю что для меня там я могу там четыре страницы написать художественного текста я снизил до трех страниц я могу три страницы написать non-fiction текста я снизил до двух страниц я могу легко 15 страниц диалога 20 могу написать я снизил до 10 и никогда выше не не поднимаюсь да то есть человек склонен себя переоценивать да и он всегда пишет чуть больше чем может почему потому что мы входим мы разогретые да то есть мы не замечаем того что мы норму перебрали что мы колой колодец наш перри вычерпали и остановиться трудно и поэтому если вы хотя бы чуть-чуть превысили нормы и продолжаете и каждый день превышать на длинной дистанции вы себя вычерпаете потому что ну бывают такие длинные дистанции в нашей профессии да когда например когда я писал скажем 16 серийный сериал в одно лицо и можете себе представить что это такое да то есть и два месяца пишет по эпизоднике потом я не помню пять месяцев пишешь диалоги каждый день по по 10 страниц и потом еще два месяца редактируешь да то есть это там год жизни ты полностью сидишь пишешь один проект и поэтому да у нас должна оставаться жажда мы должны вставать из за стола то есть представляете да если бы я там и хотя бы на одну букву перебирал через какое-то время я бы выгорел и не мог бы дальше работать поэтому должна оставаться жажда и так вы напишите больше конечно у нас есть всегда такая жадность да кажется что три страницы это больше чем 2 да но на самом деле я вам уже говорил что писать быстро в нашем деле это писать понемногу но каждый день если вы будете писать по одной странице в день вы за год напишите 365 страниц а если вы переберете норму напишите сегодня 7 страниц и остаток года 0 страниц сколько у вас будет страниц 7 я знаю очень много авторов которые вот так да нет да что мне одна страница я 7 напишу селин написали 7 и все дальше потом через три месяца даже не заметили через три месяца вспомнил я же там что-то писал такое вот поэтому мы свою норму уменьшаем даю можно постепенно увеличивать растягивать для этого тоже есть определенные техники сейчас мы об этом не будем то есть сейчас на этом на этом этапе нам надо на настроить себя на уменьшенную технику уменьшенное количество да но регулярно регулярные действия ежедневные понятно ли это если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы по поводу работы значит если вы работаете на работе и делать ли выходные я советую так если вы только пишите и больше ничего не делаете можно писать и выходные то есть когда я писал сценарий я поработал без выходных да потому что ну а зачем от чего от писательства отдыхать если вы работаете и у вас есть еще какая-то работа и вы ее совмещаете с писательством обязательно нужно хотя бы один день выходных потому что опять же да ну выгора не наступает хорошо идем дальше дальше нужно определить когда вам лучше всего пишется утром или вечером есть тоже отдельный большой вопрос что такое сон что такое жаворонки это на самом деле не те кто встают рано или поздно да это скорость выхода на пик производительности жаворонок это проснулся и уже на пике то есть я просто вот я я проснулся да я через минуту могу уже писать то есть я могу например ну не знаю там не вставая с кровати открыть глаза и тут же начать что-то записывать телефон да то есть мгновенный выход на пик производительности а вечером у меня производительность низкая я могу только читать писать я вечером не могу сова разгоняется медленно на пик она выходит к вечеру только вот у нас мы с женой я жаворонок она сова да то есть я утром выхожу на пик производительности и соответственно к тому времени когда она просыпается у меня обычно дневная работа уже закончена а вот и к ней до там часов 12 вообще обращаться с каким-то вопросами бесполезно потому что она просто не русский язык перестает понимать в это время а вот вопрос жаворонок вы или сова как у вас по ощущениям да есть еще дятлы до которых которым никогда не 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 хочется работать на самом деле есть еще голуби что то есть это не такой не плюс-минус да или сова или жаворонок в целом считается что где-то около 20 процентов ярко выраженная за жаворонки около 20 процентов это ярко выраженная соло и 60 процентов это голуби да то есть голуби это могут и так это да то есть там ну средний такой нет ярко выраженную какого-то пиков продуктивности да и если вы голубь я советую работать по режиму жаворонка по одной очень простой причине то человечество весь свой режим работы строит по режиму жаворонка то есть но утром все просыпаются к 9 часам идут на работу и дальше да там 6 часам работу заканчивают да то есть такой наследие индустриальной эпохи она смысла в этом уже давно нет там скажем москва например да москву never sleeps говорят да москва работает круглосуточно кафе работает круглосуточно магазина работает круглосуточно все а вот то есть мы уже из этой индустриальной эпохи вышли давным давно но в целом большинство людей ведут такой образ жизни что утром просыпаются день что-то делают до вечером ложатся спать при этом почему еще я советую если вы голубь да то есть если вы можете двигать туда-сюда почему в режим жаворонка лучше двигаться потому что в кино кино существует по режиму совы в большинстве кинокомпаний народ на работу приходит часам к 12 то есть редко-редко где в 10 утра начинают работать есть такие компании данных большинстве кинокомпаний вот с кем я не встречался где я не работал везде до 12 часов ни одного живого ни одной живой души а вот а был случай когда например не знаю базили знаете или нет базили базили григорьев был про продюсер такой не знаю не знаю где он сейчас чем занимается он делал в свое время такой проект куклы на нтв и мы с ним делали проект час волкова он приезжал на работу часам к шести всегда то есть мы там уже все обсудили все уже сделали уже так как бы готовы расходиться и приезжает он свежий отдохнувший и такой ну давайте давайте работать наконец и часов до двух ночи начиналось веселье начиналась вечеринка а вот поэтому чем это удобно это удобно тем что вы утром проснулись садитесь и сидите спокойно пишите вас никто до 12 часов никто не дергать никто вам не звонит никто на встрече не вызывает и быть жаворонком в в киномире это очень именно именно если вы сценариста это очень полезная штука для тела любив весь день дятел всех задалбывает везде не ходит и говорит какой он трудолюбивый окей хорошо идем дальше если вы жаворон я советую с утра стараться писать самым первым делом то есть лучше вплоть до того что чтоб с ночи был включен ноутбук то есть встали утром сели сразу же там в туалет сбегали да и садитесь сразу же писать а у меня я заметил такую штуку у меня ноутбук свое время он стоял на шкафу а вот и мне утром я на кухне писал и значит я утром должен был залезть на шкаф достать ноутбук пойти на кухню включить его сесть начать писать потом я его стал оставлять на кухне то есть утром пришел открыл он уже включен нажал кнопку и садишься открыл файл открыт да садишься пишешь а вот я заметил что вот когда я это начал делать у меня продуктивность повысилась вроде бы одно простое действие до убрал как какой-то лишний лишний шаг и продуктивность выросла и вообще я советую да лучше сначала написать хотя бы одну строчку а потом идти писать чистить зубы ни в коем случае не проверять почту не разговаривать ни с кем того как начнете писать не проверять ленту и так далее и так далее да то есть лучше не делать это все до того как вы не напишите то что нужно написать за как я вам уже говорил да что если утром надо отвести ребенка в школу или там семью накормить до открыли написали строчку и дальше прервались начали делать то что надо делать и после этого возвращать это прерывание да это как бы она стоит она имеет цену но это все равно будет лучше чем если вам придется с нуля себя запускать после того как вы сделаете какое-то дело посмотрите да если возможность подвигать до начать начать писать раньше то есть чем раньше начинаете писать тем тем лучше если вы сова писать надо вечером так то есть организовать свою работу так чтобы писать вечером это же стараться начинать писать пораньше да то есть если там в час ночи пишет попробуйте хотя бы часов в одиннадцать в десять начинает писать потому что все равно все таки это ночная работа до в два часа начинаете писать закончите в 7 да и все у вас просто график сдвинут потому что надо же спать и дальше вы спите до четырех дня и все день с ночью перепутали просто да то есть это уже не совизма это уже просто какое-то время луны если вы работаете в ночь советую убирать перед началом работы любую деятельность во время которой вы забываете о времени то есть не читать перед письмом да не смотреть сериал не залипать в соцсети и дальше вот мы назначили время в которое вы пишете и пишем только в это время про график я пока сейчас не будут опять же это отдельная большая тема тема целого урока мы об этом поговорим позже но сейчас нам надо самое главное до выявить то самое время которое мы будем писать то есть определить для себя утро это или вечер и потом дальше следующая следующая мысль которую да то есть вот смотрите если вы жаворна а пытаетесь писать вечером это вас убивает то есть есть люди которые допустим там утром я иду на работу да как я могу писать нет я могу писать только вечером и вы день работаете потом вечером усталый приходите домой мозг не работает а вы его пытаетесь взбодрить из как как лошадь дохлую хлещете его да ну выжми из себя хотя бы один от одну строчку ну это тяжело вы себя убиваете этим и вы если вы долго этим будете заниматься вы просто отопьете себе желание писать вот тоже самое самой то есть если вы сова а пытаетесь заставлять себя утром работать ну как бы вы себя этим убиваете зачем делать если вы сова пишите вечером и организуйте свою работу так чтобы у вас вечером было время для того чтобы писать теперь следующая мысль в течение дня у человека может быть ни один пик активности а2 и соответственно мы рабочие дела скидываем на 2 пик активности то есть у жаворонка самый главный у нас жаленка это выглядит так первый пик активности с утра потом спад потом 2 пик он чуть поменьше потом спад и потом 3 он тоже чуть поменьше у совы наоборот первый пик так большой сначала вообще в минусе да потом чуть небольшой потом чуть побольше и потом третий большой пик активности сейчас мне важно чтобы вы поняли принцип да что мы творчество наши ставим на пик активности то есть если вы жаворонку первый пик активности если вы сова третий пик активности самый большой а рабочие дела мы скидываем на второй пик активности то есть если вы жаворонок вот здесь пишем вот здесь занимаемся работой да если вы сова вот здесь занимаемся работой а вот здесь пиши понятно ли это мысль с пиками активности я потом дам вам блочное планирование тоже расскажу все прям в точности расскажу что как распишу для и для жаворонок и для слов мне просто сейчас важно чтобы вы сам принцип усвоили что мы пишем тогда когда да то есть если вы писатель то вы пишете я так говорю да если господь дал бог талант ну если вы религиозный да господь если не религиозный хотя что-то что значит не религиозный да не не бывает атеистов перед белым листом писатель он всегда даже если он не осознанно все равно всегда стихийно религиозным поэтому как бы если господь дал талант да значит вы ему за свой талант должны и если он у вас есть значит у вас в течение дня есть как бы выход на пик продуктивности вот именно этот пик продуктивности должен быть отдан писательстве писательство есть самое главное дело вашего вашего дня ничего важнее этого в вашей жизни не вот если есть ребенок подстраиваться под графики его сна да то есть опять же если вы жаворонок то старайтесь вставать пораньше когда ребенок еще спит если вы сова то старайтесь закинули его спать и пошли писать потому что в доме где есть маленький ребенок до время когда ребенок спит она для семьи стоит в 10 раз дороже чем время когда он бодрствует потому что бодрствующий ребенок он там период 50 процентов внимания у всех членов семьи вот поэтому важно чтобы у ребенка было предсказуемое расписать дальше следующее есть такая формула значит а это не моя формула она откуда-то я где-то прям в интернете и подрезала и часто достаточно на на разных формулах и формах ее цитирует она довольно простая но она действительно хорошая и и такая ну на мой взгляд годная формула 10 3 2 1 0 формула для здорового отдыха выглядит она следующим образом за 10 часов до сна давайте я ее прям вам в чат закину формула для здорового отдыха за 10 часов до сна нет кофеину да не пьем значит если вы в 10 часов ложитесь спать соответственно до 12 часов дня и мы не пьем кофе за три часа до сна нет идеи алкоголю за два часа до сна нет работе за час до сна нет электронным девайсом и ноль раз столько вы должны нажимать кнопку отложить на будильнике она простая такая формула да немножко похожа на вот все эти лет эту всю популярную психологию которую в интернете бесконечное количество этого самого но это одна из тех вещей которые люди как бы все знают но никто не делает вот и дальше от качества сна зависит очень многое от того как вы спите до чтобы в спальне было прохладно чтобы не было не было жарко до соответственно там температуру поставить комфортным должно быть хорошие правильное одеяло да я люблю там тяжелое одеяло под подкаты есть специальное одеяло под которым там засыпаешь понятно что летом под таким одеялом не не получается там жарко вот но зимой например в по вполне хорошая подушка да то есть у меня у меня подушка стоит там что-то около 1000 долларов там ортопедическая на кто тоже не с первого раза подобрана и разница между тем как я сплю как я высыпаюсь допустим я еду куда-нибудь в отеле в каком каком-нибудь ночую да и дома да я сразу же чувствую разницу не из-за подушки да то есть вот на правильно подобранным белье с правильно подобранной подушкой да ты ложишься и утром просыпаешься в той же позе в какой лег вот то есть не ворочаешься и качество сна она и соответственно да другое совершенно качественная бодрость качество бодрствования засыпать с удовольствием потратить минутку на то чтобы вспомнить все приятное чтобы что было в течение дня то есть мы так плавно плавно через медитацию через какую-то такую легкую входим входим сон и а если вы сова да то есть после того как вы закончили да там в два часа ночи закончили писать опять же нужно сделать что-то чтобы эту работу себя стряхнуть да то есть какая-то опять же легкая медитация посидеть расслабиться музыку послушать до принять принять ледяной душ не ледяной лучше прохладный да вот то есть каким-то образом не сразу бухаться до писал писал бухнулся заснул да а создать какой-то опять же ну какой-то путь выхода путь переключения из из рабочего состояния а понятно ли это если понятно напишите что все понятно если есть какие-то вопросы то готов отвечать до дядя у нас лючая собака с утра притворяю спящий пока ребенок выйдет из дома матрас до матрасы специальные то есть все это я делал как же его бурунов сам налог ученый сам налог наделать с ним эфир на этом самом у нас на канале на ю тубе тоже можно посмотреть интересно интересно всякие вещи он рассказывал есть хорошо значит теперь домашние задания для для всех домашние задания пишем столько-то страниц до уменьшив норму на примерно на одну четверть на одну пятую то есть задача написать и уменьшить норму и продолжаем весь наш набор допустим улыбки пустим отчеты что порадовало и дальше переходим переходим к хардкору значит возьмите хардкор возьмите какой-нибудь предмет обладающий запахом но желательно чтобы это было не не духи и не условно говоря не не носки да то есть что-то не такое то есть это может быть какая-то еда может быть это может быть книга да то есть может быть какой-то нейтральный предмет и сейчас в течение минуты мы изучаем запах закрываем глаза берем какой-то рандомный предмет до закрываем глаза и изучаем его запах здесь интересно брать какую-нибудь коробку из-под микрофона да интересно какой-то запах да то есть мне никогда в голову не приходило его нюхать а какой он да вот и вот вот что ты вот возьмите какой-то вот такой случайный предмет и в течение минуты изучать его запах минута пошла есть и так есть минута прошла не называя этот предмет напишите опишите запах предмета напишите в чате кстати не хардкор тоже вы тоже вполне можете делать эти упражнения то есть них никакого запрета в этом нет да я понимаю что не все не все могут там бегать обливаться ледяной водой не всем это для здоровья полезно да но вы можете опять же собрать для себя какой-то набор самодисциплины до брать что-то из хардкора брать что-то из из лайта раньше я вообще без компромисса к этому относился делал либо хардкор либо light но на самом деле с годами с возрастом помягчил немножко и я считаю что ну как бы то сколько может унести столько и столько и надо уносить поэтому конечно но мне не для лайта нет никакого запрета в том чтобы делать делать эти упражнения тоже есть интересно да вот ассоциации как детство перекидной календарь и вот запах вообще очень очень крутая штука которая на запах записывается воспоминание эмоций вот я люди обычно они и писатели кстати говоря они тоже запахи не замечает а вот вы вспомните просто чего начинается вот это вот поисках за утраченным временем мне нравится такое ошибочное название да в поисках утраченного времени вот чего начинается запаха миндального печенья да то есть запах и ты через запах отправляешься туда и вытаскиваешь и вот интересно да то есть чувствуешь запах свежей краски да например и вспоминаешь вдруг как ты коле повтор после второго класса летом красил красил пол школе и как солнце светило да как вот с чуваком мы сидели красили это все да а потом этот чувак повесился и и так далее так далее да то есть просто спектр каких-то как надрались с этим чуваком потом в школе а потом я шел по этому самому по кладбищу проведала своих и увидел его портрет на на могиле вспомнил как как мы тогда вместе с ним красили да и вот из запаха краски да ты целую целое огромное сложное воспоминание вытаскиваешь поэтому и в текстах соответственно тоже да когда вы пишете не забывайте использовать запахи да то есть вышел герой выходит из леса да и кто-то сидит у костра а какой запах да как дымом пахнет а если жарят что-то на костре какой запах да если смородиновый чай заваривают в ведре какой запах вспомните какой запах смородиного чая когда его в ведре варишь на школьной зарнице отлично есть хорошо домашнее задание для хардкора сесть потратьте пять минут времени найдите время сеть сядьте и максимально подробно вспомните свой предыдущий день вчерашний день просто вот пройдите сколько сможете вспомнить я понимаю что мы мы не чудо памяти как из рассказа за рассказа борхеса да когда для того чтобы вспомнить предыдущий день до приходилось потратить целый день а то есть очень подробные воспоминания ну сколько сможете вспомнить тоже очень хорошее упражнение для тренировки собирания собирания воспоминания да то есть когда мы когда мы идем через какое-то воспоминание мы его на самом деле каждый раз собираем заново вот и это очень хорошая очень хорошая тренировка да именно осознание того как вы это воспоминание собираетесь нет записывать не надо нет именно чтобы вот эту да то есть как только вы начинаете записывать да вы его сразу же начинаете фиксировать а мне сейчас важно чтобы вы потренировались нет фиксирование да не в том как вы текстом его определяете да а тем как вы его собираете то есть потренироваться собирать это воспоминание и напишите как получится то есть и может казаться так да то есть мы жизнь свою проживаем там по большей части неосознанно да то есть мы даже не осознала не осознаем а что вчера было а то вдруг остановишься да а а вчера было а вот это было вчера и вот это было вчера а еще вот это было вчера и вдруг так сколько всего интересного было вчера вот потренируемся ок домашнее задание понятно надеюсь все как бы я текстом его размещу вам сразу же после урока и напоминаю друзья что у нас полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма и я обычно так говорю что там треть мест уже продана на курсе на сайте исправить не 32 уже уже сильно меньше осталось примерно еще там треть придет с сериального курса который сейчас идет и соответственно мне из вас вот со всего этого курса да здесь в общей сложности да там судя по комментариям я не знаю ну там около тысячи человек проходит этот курс судя по комменты на самом деле есть люди которые слушают не комментируя да по комментариям просмотром мне как бы тысячи человек из вас мне не надо а мне из вас надо ну 10-15 человек на этом курсе почему потому что все таки что большая часть участников были были из тех кто уже учится в мастерской но новичков вот те кто как бы со стороны приходит ну вот 10-15 человек не больше поэтому вот если вы планируете если вы хотите действительно всерьез по-настоящему да не вот так вот а походили там по бесплатным марафончиком походили до что-то там где-то похватали по вершинам и этого хватит нет не хватит написание текстов сегодня одна из самых одной из одной из самых сложных профессий да и и вот так вот на бесплатных марафончик не научишься и я на самом деле ну как бы это не продающий не продающий марафон что называется да я учу на всех своих бесплатных мероприятиях для чего для того чтобы люди приходили в мастерскую уже что-то зная уже что-то в нашей профессии понимая потому что профессия одна из самых сложных и и и вот так вот насколько скандат чисто дачка и и не освоишь и вот я тоже бывают так а как у кого учился пушкин ё-моё ребят пушкин учился в самом лучшем учебном заведении россии того времени поэтому у кого он учился описательству у кого учился у самых лучших писателей того времени у карамзина он учился у жуковского он учился да то есть у самых лучших мастеров учиться то есть ремесло чувак осваивал так как дай бог каждому вот поэтому нам немножко проще почему потому что но есть возможность как бы это все изучать систематизировать понимать как это все работает хотят уже очень многие у нас сожалению очень многие писательству учат не писателей а читателей литературоведы учат критики учат писателей это неправильно с другой стороны когда писатели учат писать это еще хуже получается потому что они почаще по большей части не понимает а чё не понимает о чем писать не не понимает вернее как они это делают а вот и наша мастерская да она чем тема хороша что я с одной стороны я сам пишу да и пишу всю жизнь и в общем-то понимаю что я делаю имею хорошие результаты во всем что я делал а вот и когда я допустим запускаю курс по роману когда запускал да я писал романов 90-е годы перед тем как его запустить я написал три романа и провел их через издательство довел до финала премии большая книга да то есть посмотрел как это сейчас работает да потому что как я могу учить как я могу рассказывать если я сам не знаю как это делается с пьесой то же самое да я перед тем как запустить курс по пьесе я написал написал пьесу ну и соответственно да все остальное то же самое да если не знаешь о чем писать но хочешь попробовать ну опять же вот этот курс по по полному метру он это самый психологичный курс из всех наших то есть сериальный курс который сейчас у нас идет он очень такой он очень как сказать он очень профессиональный там очень много по профессии по ремеслу по индустрии я рассказываю там как все как все это работает в индустрии а полный метр он именно такой исследовательский исследование собственной души и в каком-то смысле он даже терапевтический вот поэтому да мы там работаем с воспоминаниями мы работаем с эмоциями и мы как бы у вас есть у всех у каждого из вас есть сюжет у каждого из вас есть о чем писать и вот соответственно мы в мастерской опять же есть технологии специальные как как мы это вытаскиваем из себя то есть опять же там 1 2 3 до есть четкая методология которая дает результат то есть мы это не то чтобы проверить алгебра и гармонию да а это как бы помочь алгеброй убрать препятствия для создания гармонии будет ли курс пьесы в следующем году ребят если вот я вот смотрите вот чтобы не было это а будет у вас курс по роману но будет а не идите туда где сеть вот дверь открылась ходите не тормозите не не ждите не откладывайте вот курс опять же выпал а потом будете писать а как попасть на курс по полному метру вот сейчас на него можно попасть через там две недели мест не будет вы будете мне писать а как туда попасть и я буду говорить и ржать буду ага ника надо было тогда не тупить надо было тогда идти когда я вам говорил вот поэтому идите сейчас это лучший курс по написанию сценарии и соответственно да в следующий раз он будет только в следующем году а где где я где следующий год не откладывать можно где-то купить вашку смысле где-то где где его можно купить кроме мастерской еще раз ребят не если вы хотите написать роман вы начните со сценарного курса вы роман напишите совершенно по другому если вы сначала пройдете сценарный курс я на самом деле как бы ну это выглядит что я прям навязываю как то дело в том что я амбассадор сценаризма в россии и я понимаю что сценарное мастерство это фундамент да то есть если вы понимаем мы живем в мире построенном на сценарии построенном на кино да и если вы хотите сегодня 2023 году вы хотите писать романы вы должны понимать как пишутся сценарий то есть начинать надо с со сценарием и потом уже после этого писать пьесы после этого писать романы и так далее так далее но сценарий это база сценарий это фундамент если вы понимаете как пишется сценарий поверьте вам написать продающие письмо или написать блок или написать еще что-то вам это все будет как 2 байта послать поэтому где же интересно можно купить мой курс по роману у нас курсы это не курс записи да где лекции вы сидите и слушайте я читаю каждый у нас эфира во-первых всегда прямом эфире проходится вот так же как здесь самодисциплина но у нас закрытая площадка и естественно да я в я в прямом эфире также мы общаемся на вопросы также отвечают я постоянно корректирую да то есть если я вижу допустим что кто-то не справляется значит надо там вот тут подкрутить там надо подкрутить там надо что-то добавить вот я читаю все тексты и у нас есть ограничения мастерская давным-давно уже наверно могла бы вырасти и разрастись я ее держу не специально удерживаю не не больше 45 человек 45 человек я набираю каждый год и почему именно это число да потому что если меньше не возникает групповая динамика потому что люди читают сценарий друг у друга да то есть тоже общаются у нас есть определенный протокол общения в мастерской да то есть тоже там четко расписано что мы делаем что мы не делаем опять же там все это не случайно есть правила определенные и и это дает очень хорошие результаты да то есть это не так что там люди приходят и не знают а что там делать да то есть я четко прямо говорю что надо делать вот и я читаю все тексты то есть и вот за много лет я вычислил вот это количество домашних которые я могу прочитать за неделю вот для меня комфортно то есть я могу больше да я владею скорочтениями для меня нет проблем там не знаю прочитать за день тысячу страниц например но так чтобы контролировать и давать обратную связь вот 45 человек это прям комфортно и я внимательно слежу за каждым текстом и где надо где надо делаю делаю какие-то такие точечные интервенции поэтому я никаких кураторов никогда не будет у нас никаких кураторов мастерской у нас тоже был опыт хороших хороших очень людей я брал да но это это совсем другое да я должен все время держать руку на пульсе и понятно что ну качество того как я вижу текста но совсем другое нежели если бы я взял кого-то мальчика девочку ваши тексты читала какой режим занятий уроки у нас проходят по четвергам в 20 00 по москве прямом эфире но естественно ну большая часть старается в прямом эфире приходить но например если человек живет там в каком таком часовом поясе что там 20 00 5 утра вот естественно не получается посмотреть в прямом эфире и записи естественно сразу же сразу после урока остается запись можно записи посмотреть задать вопрос письменно сработает из одну у нас все работают естественно совместимо и мы начинаем с простых достаточно заданий и если человек вот идет пошагово делает до сначала идет легко и просто да потом вдруг человек даже не замечает как у него это получается у него уже написан сценарий вот это чудо конечно каждый раз я даже удивляюсь каждый раз и радуюсь да когда ты видишь когда из каких-то ошметков мыслей до каких-то обрывках вырастает джет вырастает история ну потому что технология она работает вот окей хорошо друзья мои на этом я сегодня предлагаю закончить большое вам спасибо за внимание и увидимся завтра четвертого числа на самодисциплине для писателей сценаристов не если например вы хотите в мастерскую попасть то вы не не откладывайте можете куча сда не ждите окончания тренинга потому что я понимаю что это когда уже есть мастерская когда уже вместо забита в мастерской да уже такое совсем другой на людей вокруг уже совсем по-другому смотришь знаете как этот мем такой есть я шел по улице как маг да и смотрел на других людей как маг а потом остановился и подумал я же не маг да и я дальше шел как ученик мага вот здесь то же самое то да то есть когда ты уже в мастерской да когда ты уже сценарист да ты на все совсем по-другому смотришь да кино смотришь и такой я же сценарист я же должен кино по-другому смотреть и тоже кстати говоря есть определенная методология тоже я даю я даю список фильмов которые надо посмотреть даю список книг которые надо прочитать и соответственно четкая опять же методология того как мы смотрим кино тоже отдельно отдельная большая тема хорошо друзья мои большое вам спасибо за ваши вопросы и увидимся завтра пока пока